Калининградский автотор сворачивает производство автомобилей Hyundai и Kia. Об этом сообщил лично глава компании Владимир Щербаков. В первых числах октября предприятие закрывается для переналадки оборудования, чтобы освоить выпуск других машин. Прежде всего, придут новые партнеры. Мы начинаем производство новых автомобилей. Есть перспектива выхода на серьезный объем уже в следующем году. Приводит слова Щербакова пресс-служба автотора. О том, кто окажется этими новыми для калининградского конвейера партнерами, не уточняется. Однако ранее появлялась непроверенная информация, что это может быть могущественная китайская госкорпорация BAIC. Для справки, пекинская автомобильная госкорпорация является одной из крупнейших компаний Поднебесной. Она выпускает самые разнообразные легковушки, грузовики и внедорожники, а также вертолеты и самолеты. Кроме того, в портфолио китайцев сборка моделей Mercedes-Benz, Hyundai и Suzuki, плюс целый набор придворных производителей компонентов. Это на секундочку около полусотни цехов, включая совместные предприятия со многими именитыми компонентщиками. Добавим, что BAIC раньше хотел продвигать на российском рынке не автомобили, а именно комплектующие для местных автозаводов. Для этого концерн даже нанял было Кристину Дубинину, бывшего директора проекта Lada Vesta. Но проект тогда сорвался. Что касается самого Автотора, то последними выпущенными здесь корейцами, как выяснил телеканал Автоплюс, оказались модели Kia, а точнее городские кроссоверы Soul и рамные внедорожники Mahab. Притом дилеры марки уже успели получить партию Soul. Правда, фактически цены сильно отличаются от рекомендованных представительствам. Продавцы смело прибавляют от 400 до 600 тысяч рублей, поэтому спрос на автомобили весьма умеренный. Массовые поставки внедорожников Mahab ожидаются через несколько недель. Это также будут последние экземпляры калининградской сборки. По прогнозам, реальная стоимость машин окажется сразу на миллион выше официального прайса. Впрочем, Soul, Mahab, а также Celta, Cerato, K5 и Stinger московский офис Kia планируют возить непосредственно из Южной Кореи. Для этого компания располагает всеми необходимыми сертификационными документами. Сами продавцы вдобавок наладили активные поставки серых машин. Они обойдутся клиенту заметно дешевле официально. Впрочем, этому явлению будет посвящен отдельный выпуск новостей с колес. Продолжение следует...